Ну что, друзья, для них фанатов. Мы начинаем. Вам рассказали про события, которое было много лет назад, которое вынесло в жизни наших друзей. И вы побывали на мероприятиях, которые мы посвящаем им ежегодно. Я думаю, что это важно для тренажа, если вы новы в клубе, понять очень быстро и очень скоро, как эта менталития этого клуба, как эта история в этом. Все, друзья, победа! 2-1! Проходим дальше! Комсаду сюда, конечно, это мой первый подарок, и поэтому это очень приятно. Действительно, Георгий служил своей игрой и своими поступками, что самое главное, потому что поступки у тебя были в шляхе для настоящего мужчины. И как ты уже доказал у победителей спорта. Спасибо большое! Поздравляем с тобой с лично! Ну, ты знаешь, что тогда в дерби, когда очень сильно мать, часто кричим друг другу, что это неприятное. Как мы начнем этот выпуск? Наверное, так и начнем. Так, на что, братва, мы ворвались на стадион открытия арены, стадион Спартак. Сейчас вам покажу Василия, который сидит практически как в студии. Ну, он сидит в студии, но по внутреннему состоянию это практически для него, потому что еще нет такого опыта у нас. Василий, поздоровайся с нашими телезрителями. Друзья, всем привет! Вы знаете, что мы не журналисты, это на сегодня небольшой диалог, не интервью с Доминикой Петерской, специально для Вас. Василий, вот, держи, подарок тебе от арены Лайва. Данила Мохаммедовна, ты ведь не против? Данила, мы скоро придем к тебе в арену Лайв, в футболину всех обыграем и заберем у тебя 10 тысяч рублей. Братва, всем салют! Это новый дневник фанатов. И необычная локация у нас. Немного необычной локации. Расскажи, где мы находимся. Мы находимся на стадионе, в студии, в которой снимают арену Лайв, и в студии, в которой снимают всякие интервью с гостями, матчи. Спартака. Я, да, можно? Да, перекрестный репортаж. За это время, сколько у нас прошло с последнего выпуска, было много событий. Вы нас все видели на стадионе, вы смотрите наш инстаграм, не забываем на него подписываться. Ссылка где находится? В описании. Ссылка в описании на наш инстаграм, где проводятся крутые розыгрыши. Ну, как, мы думаем, что они крутые, но, видимо, вы так же думаете, потому что огромное количество участников. За это вам огромное спасибо. Ключевые события какие у нас были? Вручение Золотого Кабана, план команды Георгия Джеки. Проход Спартака в Кубке. Проход Спартака в Кубке. Россия в Кубке. На коне мы попали, соответственно. Значит, Василий съездил в Афрат. Вчера побывал на автограф-сессии Самой Лежи Го. Активно общался, активно фотографировался. Куча эмоций. Надеюсь, что ему понравилось. Но, в целом, он немного подустал, но был доволен. Говорят, рекорд он поставил. Два с половиной часа. Два с половиной часа. Это больше, чем два тайма. Третий тайм, можно сказать, сыграл. И самое главное, друзья, благодаря клубу нашему, благодаря Антому Лисину и лично Доминика Тедеско, мы только что, буквально, точнее, как мы, Василий, чуть-чуть пообщался в этом выпуске. Вы увидели Доминик Тедеско, а мы начинаем обо всем по порядку, поэтому Георгий Джики вручение Золотого Кабана. Начинаем, смотрим, комментируем, но не переключаемся. Василий, как теперь камеру не закрывать? Она теперь далеко. Давай, теперь. Хотелось бы тебе пожелать дальнейших успехов. Веди нашу команду к победам, к долгожданным, которых мы уже ждем давно. Огромное тебе спасибо за то, что ты есть. Нам с тобой действительно очень повезло. Надеемся, что ты с нами всерьез и надолго. Спасибо тебе огромное за то, что ты есть. Ура! Приглашаем в Нью-Йорке на сцену. Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение. Спасибо, что пришли. И так много народу собралось сегодня здесь, чтобы подарить мне такую награду. Конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцените мою работу. Я тоже очень надеюсь, что я всерьез и надолго, поэтому пока я в Спартаке буду делать все, чтобы все было хорошо. Поэтому спасибо вам большое. Девчонки, мы тебя еще раз поздравляем с этим трофеем. Надеемся, что в второе время трофеи у нас будет побольше, в том числе и отличные награды, и кумные. Очень приятно, что сегодня мне вас подарили. Это для меня большая часть. Я буду сегодня верить. Если мы не говорим общими фразами, такие подарки внутренние для тебя, как футболиста, Георгий служил своей игрой, своими поступками, что самое главное, потому что поступки в тебя были всегда, для настоящего мужчины, и как ты же доказал, у победителей спорта. Спасибо большое. Очень приятно. Поздравляем с тобой. Слышно. Друзья, с нами Влад. Это тот человек, у кого сегодня в заведении проводилось награждение Георгия Джики. Все вы видели видео, когда наша команда здесь у вас тусовалась, отмечала чемпионство. 16 лет ожидания. Долгих 16 лет ожидания. И вот этот момент настал. Расскажите, в чем секрет, как-то получилось, что игроки, и вообще команда, к вам сейчас взлетает на огонек. Кстати, когда победили в чемпионате, приезжали поджащие. Да? Это, я думаю, рецепт. После каждых победных матчей приезжали, ну, скромники, чайку пивали, отмечали и так далее. И стали чемпионами. Поэтому надо традиции будут раздавать. Пока не поздно, еще там полсезона, ребята, это просмотрит из клуба сюда, к дяде Владу, приезжаем, в роял Арбат, пьем чай, слушаем музыку. Ну, на самом деле. Ощущаете стадион, так понимаю, центральная трибуна, смотрите игру. Что в этом сезоне, вот сейчас уже приход к Эдеске, понятно, еще рано делать выводы, но в целом, мы следим за воротами, да, смотрим на это на одно. С одной стороны, вы смотрите с центра. Сейчас есть какая-то положительная динамика, возможно, какой-то просвет в будущем? Не будем форсировать события, но второй тайм, чтобы мы одним обнадеживали, поэтому будем надеяться, ребятам придаст уверенности, поймает кураж и, как говорится, дальше уже попрет у нас. Мы будем надеяться, будем надеяться. Мы разговаривали, вы говорили с Георгием, я тоже поговорил, они уже обстановка в команде хорошая, внутри команды, на самом деле, с энтузиазмом восприняли, их вот эта деска. Это видно было по эмоциям, когда забили голый джиги, я там залез, видите, ну, да, нам всех там прыгнули, как и жители такой-то. Ну, что такое у всех аттимистичное настроение, будем надеяться, что ребята соберутся, и порадует нас. Ну да, как минимум до Нового года, нужно подножать. Я вам желаю успеха, в любом случае, в вашем нелегком деле. Спасибо. Но нам всем желаем, чтобы Спартак, конечно, помал игру, а если вы видите этого человека в футболе, подходите, жмите ему руку и говорите, что мы о дневниках она там. Спасибо. Все, заходите в гости. Обязательно. Спасибо. Воручили награду Золотого Кабана. Кто не знает, эта награда выручается лучшему игроку по версии болельщиков. По версии сайта. Сайта ВВ. Ссылку тоже оставим в описании. Уважаемые люди, уважаемые люди, одним словом, конечно, выручаю этот приз, поэтому Георг я стал очень доволен. По-большому сказать, больше нечего, и все сами увидели. Вась, Жигу, приехал. Был в шоке от того, что огромная очередь на Казанском вокзале. Ты ему объяснил, что с нас? Собирался в электричке по Фитералинске. Но в итоге дал огромную автограф-сессию, два с половиной часа. Люди всех возрастов, мальчики, девочки, маленькие, взрослые, бабушки, дедушки, все приезжали, фоткались. Очень дружеская атмосфера, все очень круто. Ну что сказать, автограф-сессия это всегда круто. Спасибо Фратри за то, что это организовало. Спасибо Жигу, что приехал. Спасибо клубу, что пошел навстречу и привез нам Самой Жигу. Впервые ты у нас в гостях на Зенефратри. Там порядка тысячи человек, наверное, они будут подходить, все ходить. Это значит, что несмотря на то, что бы ни творилось у нас в результате на данный момент, болельщики всегда поддерживают команду, поддерживают игроков. И они очень любят тебя, потому что ты многое для нас делаешь. Наверняка ты помнишь матч ЦСКА, два битв, два трейт-гоа. И в интернете была очень популярная картинка. Вот она. Я покажу ее тебе. Ты знаешь, что когда дерби, когда очень сильный матч, важный матч, мы и наши соперники мы часто кричим друг другу что-то неприятное. В данный момент, на этом фото, он кричит самую нелеприятную в адрес ЦСКА. На данный момент, матч ЦСКА. Сейчас мы белый подпочтим, самый эмоциональный, самый быстрый, важный на данный момент. Белый матч для меня это было отличное для меня. Фанаты и самое важное мы хотим против ССКА. Ангелий Старбольд, спасибо. У нас есть партнер. У нас есть партнер. Понимаешь? Очень плохо, но понимаешь. Ты часто, когда празднуешь свои голы, подбегаешь к трибуне. Это для нас очень важно, что когда мы забиваем гол, я говорю, мы имеем в виду Спартак, команду, клуб, болельщик, все вместе. Для меня это и мы должны увидеть эти санжи-ман, и все вместе. Я не знаю, но я не знаю, но я не знаю, но я всегда был в этом, но я не знаю, что это было в этом. Просто в конце хотели бы сказать тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь для наших команд, за то, что ты делаешь для наших болельщиков. Сегодня твой большой вечер, ты увидишь, сколько людей к тебе сегодня пришло, но мы надеемся, что ты будешь приятно удивлен этому. Хотя удивляться нечему, Спартак самая популярная команда в России, кто бы что ни говорил, но ты один из тех людей, которые делают Спартак популярным. Thank you! А ты привез из Фрадрии с этой встречи Жига подарки. Вы все любите подарки, которые мы разыгрываем у нас в Инстаграме. Что это? Автографы Самуэля Жига, как ни странно. Северному цилизу Екатеринбурга, и мы разыграем автографы Самуэля. Самуэля Жига? Да, у нас в Инстаграме. И итоговая тема сегодняшнего выпуска это? Встреча с главным тренером Спартака, но все равно это очень круто, и реально огромное спасибо клубу, Антону Лисину и лично Доминике, что мы сегодня встретились. Пускай у нас было очень мало времени, потому что у них сейчас пресс-конференция, и в целом у него есть своя работа, свои дела, и мы тут приемли. Хорошо, что он нашел время. И знаете, что самое интересное, друзья? Сейчас мы вам покажем, как прошла эта встреча. Доминика, огромное вам спасибо. Он очень хорошо разговаривает на русском языке, но пока что не дает интервью. Не переключайтесь, подарки еще не закончились. Доминика Тедеско, Василий Король Дорог, и я за камерой. В общем, раз, два. Мы не журналисты, мы просто болельщики-фанаты, которые не всегда имеют возможность лицом к лицу пообщаться с главным тренером. Поэтому, во-первых, спасибо вам за то, что вы пришли, и спасибо клубу, который разрешил нам с вами пообщаться. Пожалуйста. Первый вопрос, наверное, первая тема, которую хотелось бы поднять, это ваш приход в клуб. Когда вы приехали, было очень важное событие, помимо матча с Рубином, первый ваш матч, было важное событие, это турнир болельщиков, на котором вы были. Вам рассказали про событие, которое было много лет назад, которое унесло жизни наших друзей, и вы побывали на мероприятии, которые мы посвящаем им ежегодно. Я считаю, что очень хорошо, что вы увидели, как живет спартаковская семья, что для нас важны события прошлого, тем более события такие трагические. Да, первое, это хорошо для меня, чтобы иметь такое событие, в начале. Потому что, если вы новы в клубе, вы понимаете, очень быстро и очень скоро, как выглядит менталития этого клуба, как выглядит история. И я считаю, что это, даже если это была трагедия, если это была плохая ситуация, но вы чувствуете атмосферу, и это было очень грустно, и все, я думаю, взяли на это. Это важно, что мы чувствуем эти эмоции, что мы чувствуем, как фан. Опять-таки, традиции, это очень важно для большой спартаковской семьи. Читал многие ваши интервью, зачастую журналисты хотят задать какие-то провокационные вопросы. К вашему приходу были ситуации с предыдущим тренером, не будем сейчас о них говорить подробно, но журналисты акцентировали внимание на том, что трибуны кричат имя нашего прошлого тренера Массимо Каррера. Я хочу сказать, что это тоже традиция. Человек внес себя золотыми буквами в имя Спартака, и мы будем только рады, если вы пойдете по этому же пути, если вы внесете свое имя золотыми буквами в нашу историю, и имя Доминика Тодеско обязательно будут скандировать трибуны. Поэтому на это не стоит обращать внимание, нужно идти только вперед. В России очень большая страна, и во всех деревнях люди играют в футбол, чем могут в детстве. Почему мы в такой большой стране за последние 10 лет, не смогли, например, воспитать мировых звезд? Может быть, вы как тренер ответите болельщику на этот вопрос? И вторая вопрос. Да, это огромное стране, и мы знаем, что когда вы не можете играть, и вы играете с камерами, и вы играете с камерами, я не знаю, я думаю, что вы можете создать таланты, потому что играть на улице, и играть на улице, и играть на улице, если вы 6, 7, 8 лет, и вы должны играть на вечеринку, или после школы, и вы играете на 14-15 лет лет, я думаю, что вы должны быть креативными, вы должны найти специальную способность, вы сможете выбрать их, вы сможете победить, или вы сможете победить против них. Поэтому я думаю, что я думаю, что этот вопрос, чтобы играть на улице, это хорошо, это очень важно, и в других странах, мы, наверное, это потеряем, если вы уже 8 лет лет в клубы, и, вы знаете, на неделе у вас есть лечения piano, и на неделе у вас есть теннис, и я думаю, эта креативность очень важна, и это очень важно для тех, не только в футболе. Как вы улучшите это в России? Я думаю, что мы, мы большие страны, мы трудно принимаем 11 хороших игроков для нашей команды, например. Да, самое важное, это исключение того, что у них есть таланты, везде, они, это как играть, и мы должны их найти, и в Германии это так, и это очень важно, как, например, те таланты в каждой части в стране могут быть подчеркнуты, например, в специальном команде. Например, в Калкасусе игроки в маленьком Калкасусе или команде и они играют против, не знаю, в Москве и вы можете выбрать их, вы можете выбрать их. Это как мы в Германии. В каждой части в Германии имеют лучшие таланты, и они играют против другого другого в турнире, и вы можете скалтить их. Вы можете скалтить их. По поводу Москвы и России, может быть, у вас появились в Москве любимые места для себя, и есть какие-то места, например, которые вы посоветовали своим друзьям, или в первую очередь сводили бы своих гостей, которые к вам сюда приедут? Да, Ред Square это великолепно, я думаю, это басилика. Я думаю, что Москва это очень потрясающе, очень потрясающе. И я не знаю, если все знает это в мире, потому что я никогда не был в Москве и я удивляюсь, в позитивном состоянии, потому что все есть хорошая структура, есть хорошая инфраструктура в центре. Да, у нас много транспорта, это не позитивно, но все чистые, сервисы, качество ресторанов очень хорошей, и я думаю, что все очень хороши в этой стране. Ред Square это, я думаю, мой любимый место. И этот стадион. И этот стадион, но... Мой любимый вопрос, в детстве у каждого парня есть фавориты, какие-то кумиры. Какие были кумиры в детстве у вас, игроки, и может быть со временем, когда вы стали тренером, какие кумиры тренера появились? Да, много идолей, это всегда зависит от age. Иногда у вас есть рода, мой род, который был идол, конечно, потому что он работал целый день для семьи, для меня, для моего рода, для моего рода, для моего рода, для моего рода. Это не просто, это не просто, это не просто, что каждый работал так, потому что моего рода работал много, и sacrificed много, и для меня это очень важно. И, конечно, в футболе я люблю Александр Дель Пьер, который был мой idol. Я пытался играть как он, как он. Он всегда встречался с левой стороны, крошивая в стороне, и с правильной рукой. Я тоже пробовал, но я не был как он. К сожалению. Друзья, Василий принес одну фотографию Доминика Тедеско, на которой Доминика расписался. Следим за Инстаграмом, там же будет розыгрыш этой фотокарточки с автографом Доминика, поэтому куча интересных событий произошло. Мы постарались показать. Друзья, подписываемся на Инстаграм, следим за новостями. Если вам это видео понравилось, ставим лайк, подписываемся, как сейчас модные блогеры говорят, красную кнопочку подписка меняем на сервы. Понял? Сильно. Друзья, всем еще раз спасибо, поэтому впереди у нас выезд Екатеринбург, куда мы с Васи не едем. Далее у нас выезд в Петербург, куда мы с Васи едем. И домашка с Ростовом, когда мы вас всех ждем. Всем нашим привет, спасибо, что с нами, спасибо, что не забываете. А мы будем рады дальше Вас контентом. Все, друзья, дневник фанатов, Спартак ТВ. Всем до встречи.